Мария Бодрова принимает поздравления с юбилеем. Ветерану Великой Отечественной войны 95 лет. Люберчанку одним из первых поздравил глава городского округа Владимир Волков. Мария Ивановна, от души вам здоровья, вот такого позитивного всегда настроения, чтобы вы такой же очаровательной всегда оставались, радовали нас. Детство Марии Бодровой пришлось на время войны. В армию призывали всю семью – родителей, брата и сестру. Мария окончила курсы медицинских сестер, и ее, 13-летнюю девчонку, весной 42-го, взяли санитаркой в эвакуационный госпиталь, который разместился в здании школы. Бинтов не было, ионы не было, марганцовки не было. А чем бинтовали, чем, когда бинтов не было? Нам сказали, у кого чего есть, там налочки, простыни, пододеяльники, там шторы носите. И, конечно, мне не у кого спросить, я все отдала госпиталю. Раненые бойцы ее называли «птичкой-невеличкой». В апреле 43-го эвакогоспиталь отправился вслед за фронтом в Смоленскую область. Но Марию не взяли. К нам как-то заехал Конев. Все Конев, Конев. Маршал Конев. Ага. Ну, конечно, я маленькая такая, худая. Я тут как тут. Он, этот ребенок что-то делает. А я говорю, я не ребенок. Я гвардии-санитар военной службы. Ага. Он, гвардии, немедленно в школу. Меня тут же отчислили. После окончания школы Мария получила специальность зоотехника, но по профессии работала недолго. Вышла замуж за военнослужащего и более 30 лет ездила с ним по гарнизонам, воспитывая сына и дочь. Дети, внуки и правнуки поздравят юбиляра уже в тесном семейном кругу. Мария Бодрова вниманием не обделена. Но в день рождения сюрпризы особенно приятны. Льстиво это, что глава нашего Люберецкого округа пришел к обыкновенному участнику Великой Отечественной войны с поздравлением и с букетом цветов. Это очень приятно. Даже приятно соседям, нашему дому. Даже приятно там, где я живу. В свои 95 Мария Ивановна бодра духом, оптимистична и жизнерадостна. Она активно участвует в общественной жизни Люберец, ведет патриотическую работу с молодежью, увлекается художественной литературой и пишет песни. Где-то над аэродромом с грохотом и шумом пролетел знакомый самолет. Где-то из-за тучки мой приятель лучший боевой привет мне шлет. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.